здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала приветствую всех на своем канале канал о вязаных игрушках амигуруми и аксессуаров для них меня зовут наташа я очень люблю вязать игрушки надеюсь и вы тоже и даже просто тем кому любопытно я рада всем кто заклинул сегодня покажу свои новые игрушки какие я связала за все это время сколько наверное дней 9 я уже не снимала видео заранее извиняюсь за шумы которые в кадре потому что у меня со всех сторон соседей и у кого ремонт кто что делает у кого собаки лают кто ругается даже такое бывает то есть тем не менее я снимаю вот так и за это заранее прошу прощения так что возможно вам что-то будет слышно у меня в кадре как вы видите вот такие прелестные какое-то растение не знаю как она называется мы вчера с сыном по заданию учителя собирали ходили листья и я мы насобирали вместе с ним вот таких вот каких-то интересных красивых цветочков поэтому я их положила в кадр чтобы было что-то такое симпатичное и так начну как вы знаете я пробовала нет не знаю я купила вы знаете о том что я купила новую пряжу это у меня мохер и на базе девушка которая торгует сказала что у нее начес получается до 7 сантиметров конечно такого результата я не добилась может быть я чешу не тем инструментом она сказала что то там определенное нужно у меня это обычная пуходерка вот такая купленная в зоомагазине может быть побольше пожестче надо не знаю попробует стоит наверно но начисала значит связала я кота вот он котенок кот кот котенок смотрите он небольшого размера такой ну таких котов в интернете уже очень много да и я вязала их уже и на канале показывала там подобные коты да да вязали подобного кота я не знаю просто так наобум вязала тут ничего интересного смотрите какая у него шерстка вот прям все равно да этот ворс вот такой он то есть нитки мне очень понравились вязать не сложно с таких ниток я потом найду этикетку и если кому-то надо то задавайте вопросы в комментариях я отвечу что это за пряжа да какой там я купила его на при на базе и моток стоит 235 рублей и очень мне понравился вязала я в одну нитку думала очень тонкие нет скажу я вам довольно такие толстенькие ниточки распушился у меня ребятишки таскают и вот он такой взверошенный ладно пусть будет такой так и так кот вяжется тело и голова вяжется одной деталью остальные детальки пришиваются это нижние лапки верхние лапки ушки мордочка и глаза вывязала глаза из детской новинки глазки у него полубусины я их приклеила и вышла вот такой вот розовый носик котенок получился такой смотрите какой прям я бы сама играла 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 вот такой у него хвост сделала небольшой также набила не очень плотно но все таки так себе поднабила значит котенок ой коснючий стоит у меня теперь на полочке его не убираю свою коробочку любуюсь на него так что вот хотя бы с такими глазами хотела на алиэкспрессе заказать глаза вот именно кошачьи в интернете все равно особенно в пинтересте я люблю смотреть вязаные игрушки очень много там всего и привлекают внимание вот эти вот кошачьи глаза думаю на интернете стоит на алиэкспрессе нужно заказать но пока еще не заказала вот подумываю об этом они там какие-то приклеивающиеся я думала вставные будут но нет вот такой вот котят классный в общем и так кот котом следующую игрушку которую я вязала это я опять же вязала по своему мастер-классу этого такой вот монстрик у меня получился его назвала били скоро будет хэллоуин и я уже готовлюсь заранее к хэллоуину и связала вот такого монстрика с таким вот хвостом когда вязала этот хвост сын у меня спрашивают мама это же кто будет дракон я говорю нет не дракон почему говорит у него хвост как у дракона это не дракон это просто монстрик монстры били рост у него 20 сантиметров такой немаленький средненький небольшой немаленький вот так вот выглядит пузать пузанчик такой и так ноги тело и голова я вязала виза вяжется одной деталью пришиваются руки и уши волосики ему тут сделал такие распушила вставила нитки что глаза у меня приклеены и сделала утяжки для глаз приклеила полу бусины и обшила вот так сделала блики по бокам вышила рот и клыки сделала улыбку сделала на бок чтобы было поинтересней вот он такой мой били цвет очень насыщенный яркий вот камера на затемняет а на самом деле он светлее такой светло голубенький мне кстати дочь а с ним играет я думаю оставлю его ей потому что она все время как его еще даже не довязала она уже его давай забирать отбирать таскать везде играть с ним постоянно к себе прижимает и не знаю почему он не нравится но думаю если нравится ребенку которому полтора года то значит и другим другим ребятишкам будет нравиться у меня тут проволоки совершенно нет но из-за того что нитки очень плотные хвост можно загнуть да и вот так он будет стоять это из-за плотности пряжи опять же выдумывая его из головы вязала по своей схеме схему не записывала но и добавляла здесь вот это не вышито это вывязаны эти пятнышки из ализе софти бэби вот он пятнистый такой пришлось конечно немного потрудиться но ничего связался монстрик монстряк возможно ему надо шарфик что ли чтобы он был интересненько быть яркий допустим оранжевый но я об этом еще подумаю на досуге а пока он остается вот в таком вот виде напомню что ростом он 20 сантиметров и безумно мне нравится и так убираю били еще у меня есть одна игрушка получается за эти девять дней я связала всего три игрушки вот этого мальчишку я даже не измеряла его рост смирю его с монстриком да он получился как смотрим как монстрик 20 сантиметров вот такой вот режим мальчуган у меня связался не знаю больше всего мне нравится вязать мальчишек с рыжими волосами и тут я покопалась у меня в наличии есть вот такая пряжа тоненькая как раз вчера наверно сидела часа полтора делала ему волосы допоздна очень хоть это трудоемкий процесс но результат меня всегда радует я отталкиваюсь от того что скоро будет результат когда кукла без без волос она совершенно другого вида и кажется что что-то не то что-то не так и почему-то некрасиво но когда появляются волосы в завершенном образе куколка приобретая приобретает уже свой какой-то характер и вид распушу немного волосики подчешу ему вот так мне нравится чтобы даже немножко тут челка на глаза падала итак ботиночки у него вязаным вязала ноги тело и голова вместе руки ушки вывязывала отдельно пришивала штанишки у него снимаются здесь я сделала две петельки на комбинезончике вот так вот получается комбинезон можно расстегивать можно не расстегивать можно так спустить снять вот они пуговички которые мне безумно нравятся деревянные пуговички с надписью хендмейт я их заказывала на алиэкспрессе довольна я сижу пуговица у меня в наличии куча обзавелась но думаю если бы у меня были пуговички вот такие же только диаметра поменьше я вообще была бы очень счастлива но пока использую то что есть наличие думаю если найду то конечно же закажу итак мальчишка рыжий я ему глазки у него вставные получается винтовые до вкрученные ну теперь мне подумалось когда его сделала уже связала что нужно сделать глаза поменьше диаметром в следующий раз буду вязать если мальчишку но не если я точно буду вязать какого-нибудь мальчуга на то обязательно учту это и наверное пониже надо было на видочек их спустить и диаметром меньше сделать здесь я ему нарумянила щечки также оранжевым краской оранжевой пастелью кисточкой нарисовала давно не рисовала соскучилась связала ему кепочку у него съемная рубашка то есть вывязана по телу а кепка и комбинезончик съемные вот она все снимается можно делать так как нравится вот мальчишка мой озорник рыжий такой салонный нет не сломенные даже у него волосы вот так он выглядит завершенном образе вот такой забавный все равно вышла ему носик и ротик наверно нужно ротик и носик также оттенками пастели каким-нибудь немного да немного приукрасить подчеркнуть чтобы было видно все таки мне нравится вода челка у него торчит и вот такие взъерошенные волосы мальчишка такой дворовой парень получился кепочку вязала из джинса это нитки у меня там вообще целый винегрет это у меня основное для тела ализе суперлана классик да в основном из нитки из которых я вижу все такое вот именно кукол тела кукол ты вот этот зеленый цвет мне очень очень нравится это нитки гараж я их покупала на распродаже и оттенок ну и так в принципе они довольно пряжа довольно такая толстенькая оттенок очень понравился ну вот думаю что именно эти цвета сочетается между собой а вот этот вот как-то я не любительница зеленого но в этот раз подумала что подобрала ой как классно смотрится оттенки вообще и так дальше убираю это в мальчонку значит вот они у меня три игрушечки готовы не так много как другие вязальщицы смотришь на других каналах очень много вяжут за короткий период времени ох я столько вязать не могу и не умею девочки молодцы в общем и так еще одно я вязала вкусовой сосочек и одна девочка девушка рукодельница попросила его схему и так в под этим видео я напишу схему вкусового сосочка вяжется очень просто единственное что я не буду вот она получается расскажу как вязать и начинаем с ножек одну связали 2 связали по первой нити обрезали соединили до по 2 не обрезаем соединяем ноги она плавно переходит все в тело в голову заканчивается набивается по ходу вязания ручки отдельно вяжутся я их не набивала пришиваются вязала из-за лизы софти baby кому интересно может быть кто-то из таких не из таких будет здесь равномерно да получается на голове сколько я наверно штук десять отрезков пряжи для хвостиков для прически сделала с каждой стороны глазки рот и брови с ресничками вышила если интересует как вышивать то у меня в мастер-классах есть как вышиваю как я вышиваю как я оформляю лицо кукли и если кому-то интересно то смотрите и так схему вкусового сосочка я оставлю под видео и пусть даже у меня один человек поинтересовался этой схемой но тем не менее пусть она кому-то пригодит рада что она кому-то пригодилась и так а я с вами прощаюсь до новых встреч и другие мк я тоже буду готовить а вы пишите о своих впечатлениях как вам новые мои игрушки всего вам самого наилучшего я с вами прощаюсь с вами была Наташа пока пока